Принимая во внимание, что все-таки у нас есть первоочередная задача строительства жилья, жилья социального для многодетных семей, нами планируется и также массово осуществить строительство и социальных объектов. Значительно увеличено строительство школ, у нас никогда не было 44 объекта образования в инвестиционной программе, сегодня у нас включено детские сады, школы, также объекты здравоохранения, поликлиники, реконструкция существующих больниц. Значит, первоочередная застройка у нас будет осуществляться объектов социального, таких как Масековщина, Шаранговича-Горецкого, Шишкина-Кулешова, еще раз скажу, Чижовка-6А, так как данные микрорайоны будут массово застраиваться у нас жильем. Кроме того, в Каменной горке планируем в текущем году ввести в эксплуатацию школу на 1020 мест. У нас одним из проблемных районов по социальному обслуживанию медицинскому является микрорайон Восточный. В текущем году уже проектируется и начнем мы строить в следующем году две поликлиники, многопрофильная для взрослого населения и детскую поликлинику. Значит, нами разработан план строительства детских, дошкольных и общеобразовательных школ с перспективой до 2023 года, в составе которого дополнительно будет предусмотрено строительство семи общеобразовательных школ и 20 детских и дошкольных учреждений. Значит, объемы финансирования на социальные объекты по сравнению с прошлым годом у нас увеличились по некоторым позициям даже в несколько раз. Если на объекты здравоохранения в прошлом году предусматривалось только 10% инвест-программы, то в текущем году это увеличено в финансировании практически в два раза. Значит, на эти цели планируется направить 179 миллионов рублей. По детским дошкольным учреждениям и учреждениям среднего общего образования объем финансирования также увеличен по сравнению с прошлым годом на 25 миллионов рублей. Значит, строительство и проектирование социальных объектов на территории города Минска будет продолжаться. Также будет продолжено строительство и проектирование таких объектов в составе крупнейших инвестиционных проектов, такие как, допустим, МинскМир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!